Вообще Китай и люди, так скажем, другой веры, это потенциальные противники. В любом момент они могут, естественно, изменить свою позицию и сказать, нет, мы так не договаривались, мы имели в виду вот это, а вы нас неправильно поняли. Даже среди наших, извините, русских людей, вот есть таких полно примеров, когда общаешься с человеком, подписываешь с ним договор, а через некоторое время он говорит, что нет, я не это имела в виду, вы неправильно договор прочитали, это договор незаконный, и ты начинаешь с ним судиться. Поэтому здесь перспективы точно такие же, это абсолютно другой менталитет, это люди, которые, в принципе, трудоголики, это неплохо, но у них другая мораль какая-то, да, там более жестокие люди, кстати, то есть там могут тебе отрубить руку там за какое-то там преступление и так далее, у них более такой они военизированные, я бы так сказала, да, и поэтому нам с ними вместе жить, и вот те уже там на Дальнем Востоке происходит вот это совместное, так сказать, проживание, достаточно сложно. Как только они заберут то, что, так сказать, возьмут то, что им предложили, или там они забрали каким-то способом, то есть купили там, через какое-то время они там садхозяевами, и ты никогда в жизни их там не сгонишь, ты будешь с ними воевать, а воевать они будут жестоко, они будут любыми способами доказывать, что это всегда было наше и будет наше, а вы нас неправильно поняли.